Всем привет! Вы на канале онлайн-школы Inglix. Друзья, в этом ролике мы разберемся с такой, казалось бы, сложной темой, как артикли в английском языке. И нам потребуется буквально 10-15 минут, чтобы понять базовые принципы. Что такое артикли, для чего они нужны и как ими пользоваться. И этой информации будет достаточно, если вы находитесь на начальных этапах изучения английского языка. Are you ready, guys? Let's start! Итак, начнем с того, что в русском языке артиклей нет. И поэтому, когда мы впервые слышим в английском такой термин артикль, видим эти слова and, в общем, это вызывает недоумение. Мол, в русском нет, зачем это в английском? Какой смысл? Ну и плюс, некоторые уже освоили разговорный английский язык, какой-то базовый уровень у вас есть, вы можете говорить, без артиклей это делаете, и вас прекрасно понимают, правда? Если вы считаете так же, что артикли особо не нужны, пишите в комментариях. Но, друзья, это на самом деле заблуждение. Ведь дело в том, что в английском языке артикли выполняют такую важную смысловую нагрузку, и без них порой вас не поймут, и вы не поймете собеседника. Некоторые нюансы без артиклей не передать. И сейчас мы освоим самые базовые принципы, базовые правила, которые помогут вам в большинстве случаев правильно ставить артикль. Конечно, существует масса исключений, всевозможных нюансов, особых случаев употребления артиклей, про это мы не будем говорить. Сейчас сфокусируемся только на самых основных, самых базовых, общих правилах по употреблению артиклей. Итак, давайте по порядку начинаем с самых азов. Артикли в английском языке употребляются существительными, то есть теми словами, которые обозначают людей, предметы, явления, вещи, то есть артикли существительными. Есть в английском языке два артикля. Неопределенный, а, либо форма n, и определенный, это the. Смотрите, все очень просто. Неопределенный артикль, а, либо n, по одной из версий образовался от слова one, то есть один. Таким образом, мы говорим, I have a car, у меня есть машина. Как будто бы у меня есть одна машина. Мы ее не определили, не конкретизировали. Просто какая-то машина, ни марка, ни модель, ни год производства, мы ничего не говорим. Просто у меня есть машина, какая-то неопределенная машина, поэтому I have a car. И можно также сказать I have one car, у меня есть одна машина. То есть, по сути, часто артикль a можно заменить словом one. И не только словом one, порой он еще и придает значение любой какой-нибудь. То есть вместо a можно поставить слово any. Например, take a pen from the table. Возьми ручку со стола. То есть там много ручек, возьми любую, чтобы записывать, что я сейчас говорю. Take a pen from the table. То есть take any pen. Вместо a можно подставить слово any. Запомнили? Отлично. И еще один нюанс. А в чем разница между a и n? Когда что используется? Здесь все очень просто. Если слово начинается на согласный звук, например, car, там же звук к согласный, или pen, п, это тоже согласный. Мы используем a. A car, a pen. А вот если слово начинается на гласный звук, допустим, апельсин, orange, слышите о, orange, то удобнее сказать an orange. Если вы произнесете a orange, как-то странно это звучит, неудобно произносить, в общем, тут дело в произношении. a с согласными звуками, a car, а n с гласными, an orange. Запомнили? Отлично, молодцы. Суммируя вышесказанное, артикль a или n неопределенный. Мы передаем значение один или любой какой-то неопределенный предмет. Мы говорим про какую-то машину, какую-то ручку, какой-то апельсин. Они не конкретные. Теперь про определенный артикль the. По одной из версий он образовался от слова that, то есть тот, та или то, как будто мы конкретно указываем на человека, предметы или явления. Например, предложение «Ты видишь ту машину?». Вот в русском мы конкретизируем машину с помощью слова ту, то есть не эту, не те, а именно ту машину. В английском мы это сделаем с помощью артикля the. «Can you see the car?». То есть говоря «the car», мы как будто бы указываем на ту самую конкретную машину. И, кстати, вместо «the» можно было бы поставить слово «that». То же самое. «The car» или «Can you see that car?». Смысл одинаковый. Мы говорим про конкретную машину. Теперь, как эти правила работают на практике. Смотрите, такая и закономерность. Когда мы говорим про что-то впервые, первый раз, мы используем неопределенный артикль. Как будто бы эта вещь пока не конкретная, неопределенная. Например, «I watched a movie». Я посмотрел фильм. Какой фильм? Просто какой-то фильм. Пока он не конкретный, я говорю про это впервые. Я посмотрел фильм. Но если я продолжаю говорить про тот же фильм, про сюжет, про актеров, про мои эмоции, как будто бы он уже становится конкретным, потому что про него идет речь. И в этом случае можно уже использовать артикль «the». То есть фильм, конкретный тот фильм, да, был на самом деле очень длинным и скучным. Вот оно, да? Сначала посмотрел фильм. Впервые говорю, поэтому «э», «I watched a movie». Потом я продолжаю говорить про тот же фильм, и он уже стал конкретным. «The movie was really long and boring». И, друзья, это правило очень легко запомнить, если вы будете держать в уме такую вещь. Если вы с собеседником, вы оба, знаете, о чем речь, о предмете, о явлении, о человеке, вы можете использовать сразу же артикль «the». Если не знаете, о чем речь, вернее, ваш собеседник не знает, о чем речь, о чем вы рассказываете, тогда нужно использовать сначала артикль «э». Смотрите, допустим, «I've read the book». Я говорю сразу же «I've read the book». Казалось бы, нужно использовать артикль «э», почему сразу «the». А потому что, скорее всего, я прочитал книгу «I've read the book». Вы знаете, про какую книгу я говорю. Я уже ранее рассказывал про то, что я читаю, я уже вместе читаю, про персонажей, про сюжет и так далее. Если вы знаете, о чем речь, и я знаю, что вы знаете про ту самую книгу, тогда сразу говорите «I've read the book». Ну, а если вы понимаете, что вы взяли новую книгу, собеседник еще не знает про нее, то, что вы ее читаете, говорите «I've read a book». Я прочитал книгу, просто какую-то пока непонятную, неопределенную книгу. И потом уже вы можете говорить «the book is really interesting». Книга на самом деле интересная. Вы продолжаете говорить про эту книгу, и она становится уже конкретной. Ребята, запомнили? Все очень просто. Говорим впервые про что-то, ставим артикль «э» либо «эн». Продолжаем говорить, ставим артикль «э». Заниматься по несколько лет и все равно впадать в ступор, слыша «how are you», выгорать за полгода и бросать, потом снова учить английский с нуля. Эти ситуации знакомы каждому, кто изучает иностранный язык. Методисты Ingrid разработали уникальный курс-систему «Английский 360», занимаясь по которому вы сохраните высокую мотивацию и достигнете определенного уровня за конкретное время гарантированно. На курсе вы комплексно развиваете навык «Speaking». Вы сразу активируете в речи новые слова и фразы, чтобы потом, в самый ответственный момент, не вспоминать, как там это было по-английски. Плюс вы не механически зубрите диалоги из разговорника, а изучаете язык как систему со своими закономерностями. Вы запомните, что артикль может изменить значение слова и что Present Perfect нужен не чтобы усложнить вам жизнь, а чтобы вы могли рассказать о своих достижениях. Плюс вы занимаетесь один на один с преподавателем по структурированной программе. Не хаотично перепрыгиваете с одной темы на другую, а шаг за шагом осваиваете слова и грамматику до уверенного общения на вашем уровне. Записывайтесь на первый бесплатный урок с преподавателем, пройдите комплексное тестирование и ознакомьтесь с нашей методикой, с нашим подходом к занятиям. А по промокоду ALEKS20 вы получаете скидку в 20% при первой оплате. В описании к этому видео есть ссылка. Переходите и занимайтесь. Так, двигаемся дальше. Смотрите, есть еще одна важная вещь, которую даже нужно записать. Неопределенный артикль, A либо N, это же как будто бы слово one, один, правда? Поэтому артикль A, N используется существительными и числяемыми, которые можем посчитать, и они должны стоять в единственном числе. A car, A movie, A book, вот оно, да? Одна машина, один фильм, одна книжка, что-то одно. Понимаете, да? Мы говорим про неопределенный предмет, какой-то один. Его можно посчитать. А вот определенный артикль THE может использоваться с любыми существительными, в любых формах, в любых числах. Почему? Потому что конкретным может быть все, что угодно. Конкретный предмет, вещь, человек, явление, все, что угодно может быть конкретным. The movie, конкретный фильм. The book, конкретная книга. The man, конкретный человек. The air, конкретный воздух, скажем, в помещении. Или the tea, конкретный чай, скажем, в чашке или в коробке. Все, что угодно может быть конкретным. Запомнили, да? Мы используем A или N, когда говорим про что-то одно. А вот THE можно использовать с любыми существителями, в любых формах, в любых числах. Ребята, пишите в комментариях, все ли понятно на данном этапе. Пишите в комментариях, есть ли у вас вопросы. А мы двигаемся дальше. Еще одно важное правило, важная закономерность, которую тоже нужно знать. Постоянно это встречается. Смотрите. Если перед существителем есть прилагательное, допустим, красивый дом. Дом существительное, красиво прилагательное. Вот красивый дом. Такая фраза у вас есть. Мы должны поставить артикль E, неопределенный E, перед красивой. Допустим, She lives in a beautiful house. Она живет в красивом доме. She lives in a beautiful house. Э относится к слову house. Мы говорим впервые про дом. Но там появилось прилагательное, beautiful, и поэтому артикль как будто приезжает и становится перед прилагательным. То есть он относится к существительному, но просто территориально находится именно перед прилагательным. Вот такой нюанс, запомните. И чаще всего перед прилагательным именно E. Либо N. Бывает и N. Но the ставится крайне редко. Мы говорим просто впервые о чем-то. A beautiful house, an interesting book, a boring film. Вот оно, да? Прилагательное и существительное, и обычно там стоит артикль E. Этот нюанс нужно помнить, потому что это очень часто встречается. Ребята, я только что сказал, что раз есть прилагательное, то ставим артикль E. Как обычно, есть исключение, и его нужно сразу же запомнить. Если прилагательное стоит в превосходной форме, то есть самый, самый быстрый, самый красивый и самый лучший, тогда мы ставим артикль the. Например. This is the fastest car I've ever seen. Это самая быстрая машина, которую я когда-либо видел. The fastest car. Почему здесь the? На самом деле логично, ведь эта машина уникальна, она самая быстрая, единственная в своем роде. Именно поэтому, если есть превосходная степень, то мы поставим артикль the со словом car. The fastest car. Запомните такой нюанс. My name is Barry Allen. I am the fastest man alive. Кстати, есть еще такая любопытная вещь в английском языке. Кроме определенного и неопределенного артиклей, еще есть нулевой артикль. Да, это очень странно. В общем-то, порой мы не используем никакой артикль, и это называется использование нулевого артикля. Очень странный термин, но, в общем-то, просто мы порой не используем артикли совсем. Ну, допустим, I love orange juice. Я люблю апельсиновый сок. Вот такое предложение. I love orange juice. У нас есть juice, слово сок. Orange – пролагательное. Нужно поставить было или n, или the. Как вы думаете? На самом деле, я сказал все правильно, тут артикль не нужен. Почему? Потому что слово сок мы не можем посчитать. Мы не можем сказать a juice. Juice – это неисчисляемое существительное. Мы можем посчитать стакан сока, литр сока, чашку сока, что угодно, но не сам сок. Поэтому a вообще нельзя использовать. А можно было поставить the. I like the orange juice. Нельзя. Почему? Потому что это не конкретный сок. Конкретный сок, он, скажем, в руке у меня в стакане, или в холодильнике, в пачке, или в магазине вот передо мной стоит. Это the juice. Но я говорю вообще, я вообще люблю апельсиновый сок. Любой, какой мне дадут, я его буду пить. В этом случае артикль не нужен. И это называется нулевой артикль. В общем, термин немножко странный, но что есть, то есть. Запомните, что порой артикли мы не используем вообще. И чтобы закрепить, давайте еще один пример я вам сейчас на перевод. Как вы скажете, я не ем рис. Вот, давайте переводить вместе. Пишите в комментариях, что получилось. Я не ем рис. Подумали? Подсказываю. I don't eat rice. Здесь тоже не нужен никакой артикль. Потому что рис мы посчитать не можем. Это неисчитаемо существительное. Только можем посчитать порции риса, килограммы риса, там, тарелки риса, но не сам рис. И почему не the? Потому что это не конкретный рис, который у меня в тарелке или там вот в упаковке. Это просто вообще я не ем рис. Никакой. Вообще не ем рис. I don't eat rice. Вот это и есть, друзья, нулевой артикль, когда мы не используем ни э, ни the. Ребята, и последняя на сегодня типичная ошибка, которую многие допускают в артиклях. Смотрите, порой у нас есть пересуществительное местоимение. Например, his, his car, его машина. Или her car, ее машина. Или that car, та машина. Или даже many cars, много машин. Когда эти слова у вас стоят пересуществительным, артикли больше не нужны. Иначе зачем there, his car, куда конкретнее? Уже his car, его машина, все понятно. То есть артикль не используется, если пересуществительным есть местоимение. Поняли, да? Это первое. И запомните второе, когда у нас есть цифры, какие-то числа, да, пересуществительным, тоже артикли уже не нужны. Наш пример в начале видео. I have one car. У меня есть одна машина. One, это цифра, да, один. I have one car. больше нам ничего не нужно. I have a one car. Зачем одно и то же? Это же тоже один. То есть у меня одна-одна машина. Нет, это неправильно. Запомнили, да? Если есть местоимение или цифра пересуществительным, то артикли уже не используются. Помните про этот нюанс и не допускайте ошибок. Друзья, на этом пока что все. Это самые базовые вещи, которые нужно знать про артикли. Пишите в комментариях, все ли вам понятно, что вы знали, а что было для вас новое. Пишите в комментариях, я прочитаю. Также вы можете написать свои примеры на использование определенного артикля the и не определенного e либо n. Пишите примеры в комментариях, я прочитаю и посмотрю, как вы усвоили эту тему. на использование и не определенное и не определенное и не определенное их